Всем привет! С вами Оля. Сегодня мы с вами отправляемся на один из самых традиционных рождественских рынков во всей Швейцарии. И пока ждем поезд, пройдемся по центральному вокзалу и посмотрим рождественский рынок, который устроили здесь. Приведущие несколько лет главную елку на центральном вокзале Цюриха спонсировала компания Сваровскина, которая украшала ее кристаллами. В этом году елки Сваровски нету, но есть кое-что интересное. Здесь есть вот такие вот велосипеды, где можно генерировать электроэнергию, и елка становится более яркой. Вот смотрите. А, Леша зажег елку. Давай! Нет, ну все, на максимум я уже вроде бы. Довольно любопытно, что в этом году наконец-то на рождественских рынках нет забора и входа по сертификатам, либо специальным пропускам. Не нужно носить маску. Вот просто заходишь, так необычно, и смотришь, покупаешь все, что тебе хочется. Пока мы едем на наш рождественский рынок, хотела рассказать вам о новом отчете, о новом опросе, который был проведен в Швейцарии по поводу основных страхов и волнений швейцарцев. Были опрошены примерно 1700 жителей Швейцарии, которые имеют право голоса в Швейцарии. То есть это люди, у которых швейцарский паспорт и которые совершеннолетние. И вот на базе вот этого опроса был составлен отчет. Если честно, результаты меня немножечко удивили, особенно те страхи, которые на первом месте для меня не были очевидными. Напишите, вот, кстати, поставьте сейчас видео на паузу и напишите, как вы думаете, чего больше всего боятся швейцарцы в 2022 году. Леша, ты как думаешь, чего больше всего боятся швейцарцы в 2022 году? Может, энергетического кризиса, может, что электричество пропадет и интернет, не знаю. Близко, но не точно. Еще что ты думаешь? Вот что на первом месте? Вот самый основной страх. Сначала войны, дорожание цен, не знаю. Тоже неправильно. Это не на первом месте. Это все есть в списке, но это не на первом месте. Тогда не знаю. Да, креативно. Не знаю. Вот чего боится среднестатистический швейцарец? Правильно. Больше всего в 2022 году среднестатистический швейцарец боится действительно глобального потепления. И действительно, 39% опрошенных швейцарцев больше всего боится глобального потепления и, в принципе, каких-либо природных катастроф. Второй страх основной швейцарцев 2022 года удивил меня, честно говоря, еще больше, чем первый. Это боязнь бедности на пенсии. Боязнь того, что будет не хватать денег на пенсии. Почему меня удивил этот страх? Потому что в Швейцарии на самом деле самое большое богатство на душу населения. Здесь в среднем на каждого взрослого человека приходится полмиллиона активов. Но это не обязательно ликвидные активы. То есть сюда входит, например, недвижимость и доли в предприятиях. Тем не менее, швейцарцы очень, оказывается, беспокоятся о том, что на старости их может ждать бедность. Система такая, что только если у человека совсем нет никаких денег, то ему государство будет на пенсии помогать и, например, оплачивать самый дешевый дом престарелых. Если же у человека хоть какие-то активы есть, и есть активы у его родственников, прежде всего детей, то тогда государство сначала заставит использовать все активы, продать дом, жилье, чтобы оплачивать дом престарелых. И только потом будет помогать. Айн-Зидлине, конечно, снегом и не пахнет. Похоже, мы слишком тепло оделись. Но ничего, зато сейчас пройдемся и посмотрим на самый традиционный рождественский рынок во всей Швейцарии. Вот смотрите, как интересно поделки из кофейных капсул Неспрессо. Вот такие вот барышни в платьях, гирлянды, довольно симпатичные, кстати. Вот мы потихонечку выходим к главной площади перед вот этим вот знаменитейшим монастырем Айн-Зидлин. Это средневековая мекка католических паломников. Ну, знаете, что меня сразу же впечатляет? Так вот эта огромная машина Кока-Колы на самом традиционном рождественском рынке Швейцарии. Это, честно говоря, это просто какой-то нонсенс. Вот посмотрите, здесь продают исключительно вот такие вот всякие поделки. Традиционные, рождественские, швейцарские. И вот машина с Кока-Колой. Или что ты думаешь в поводу машины Кока-Колы здесь? Очень она в тему здесь. Детские воспоминания по телевизору показывали. Да, как по телевизору показывали. Мне очень интересно, сколько должна была заплатить компанию Кока-Колы, чтобы поставить сюда вот эту машину в центре самого традиционного католического рождественского рынка чуть ли не всей Европы. Мы поднялись за монастырь Айн-Зидлин на холм. И здесь я расскажу о страхах швейцарцев на третьем, четвертом и пятом месте, которые меня удивили немножко меньше. Итак, на третьем месте это возможные проблемы с электроэнергией. На четвертом месте это взаимодействие с Евросоюзом и, в частности, экономические отношения с странами Евросоюза. И на пятом месте это инфляция. Давайте теперь разберем, насколько каждый из этих страхов на самом деле оправданный. Начнем с возможных проблем с электроэнергией. Значит, Швейцария на самом деле довольно автономная. Но автономия электроэнергетической Швейцарии основывается на гидроэлектроэнергии. И гидроэлектроэнергия на самом деле очень неравномерная в разные поры года. Весной и летом ее, естественно, больше, а вот зимой ее меньше. И зимой Швейцария импортирует некоторую электроэнергию из соседних Франции и Германии. И вот на самом деле есть опасения, что если Германия, например, не сможет экспортировать в Швейцарию свою электроэнергию зимой, то здесь могут начаться, по крайней мере, небольшие проблемы с нехваткой электроэнергии. Следующий вопрос — это взаимодействие с Евросоюзом. Здесь тоже на самом деле страх швейцарцев понять можно. Это сугубо экономический страх, потому что когда у ваших соседей, которым вы тоже на самом деле много экспортируете, и начинаются экономические проблемы, и экономический рост замедляется, то их покупательная способность тоже уменьшается. И это может привести к тому, что спрос на швейцарские товары в соседней Европе тоже упадет. Пятый страх — это страх инфляции. Здесь на самом деле я относительно расслаблена, потому что в Швейцарии за 2022 год инфляция составила 3%, что значительно ниже, чем почти 10% в соседней Германии. Идём дальше по страхам швейцарцев. На шестом месте вопросы с здравоохранениями, в частности премии за медицинскую страховку. Они на самом деле растут, и здесь я швейцарцев понимаю, потому что вот у меня лично за 2023 год премия выросла на целые 60 франков в месяц, что на самом деле очень существенно. Следующая проблема номер 7, которая беспокоит за швейцарцы — это, в принципе, базовое обеспечение всем. Сюда входят и электроэнергии, и медикаменты, и даже продукты питания. Дальше. На восьмом месте проблема, которая беспокоит швейцарцев — это война в Украине. На девятом месте — это приплыв мигрантов, приплыв иностранцев. И здесь имеется в виду именно экономические мигранты, которые приезжают в Швейцарию в поисках работы, зная, что здесь высокие заработные платы. И здесь я, в принципе, в какой-то степени швейцарцев понимаю, потому что если вы, например, учитесь в университете в Швейцарии, то найти работу после окончания университета вам будет сложнее, чем если вы были бы немцем, который учился в соседней Германии. Конкуренция очень большая, и конкуренция на швейцарском рынке труда международная. Но могу вам привести только такой пример, что вот в моей команде было за последние несколько лет, по-моему, 8 или 9 практикантов. Из них вот сейчас только второй у меня швейцарец. Все остальные были иностранцы. И это не потому, что я там дискриминирую швейцарцев, а это просто потому, что на вот таком международном швейцарском рынке труда очень высокая конкуренция, и чаще иностранцы побеждают в этой конкуренции. Поэтому, в принципе, в какой-то степени я швейцарцев могу понять, что они просто боятся вот этой высокой конкуренции на своём внутреннем рынке труда. На десятом месте вопрос, который беспокоит швейцарцев — это беженцы. И все вопросы, которые связаны со статусом беженства в Швейцарии. На одиннадцатом месте — это цены на бензин и на нефть. На двенадцатом месте — это безработица, и в частности безработица именно среди молодёжи. На тринадцатом месте — это глобализация и зависимость швейцарской экономики от мировой экономики. На четырнадцатом месте тоже довольно интересная такая проблема — это потеря нейтралитета Швейцарии. На самом деле Швейцария очень долгие годы была действительно нейтральна и никогда-никогда не высказывалась по поводу каких-либо политических и даже военных конфликтов в мире. Но просто война сейчас в Украине — это настолько особое событие для всей Европы, что Швейцария не смогла остаться нейтральной и высказала свою официальную позицию. И вот тринадцать процентов швейцарцев на самом деле переживают по этому поводу. Во дворе монастыря, вот немножко так сбоку, с правой стороны, есть магазин. Монастырский магазин, где тоже можно купить какие-то рождественские штучки. Магазин оказался довольно большой, есть вещи на любой вкус. Есть вот такие интересные разные свечи, есть вино, крестики, украшения, открытки. Здесь есть отдел с книгами. Пойду-ка поищу какие-нибудь книги про Якобсвейк. А ещё вот, смотрите, здесь можно целый вертеп себе домой и купить. Вот такой, например, да? Или вот такой. Где-то 350-500 франков стоит такая штука. Я уже в прошлом видео рассказывала, что в монастыре нельзя ни снимать, ни фотографировать. Я поэтому этого и не делала. Но в монастырь советую всем зайти. Он красивый, действительно красивый внутри. Монастырь чем-то похож на монастырь в Сан-Галлане. Лёш, как думаешь, где больше и красивее? Здесь или в Сан-Галлане? Одинаково. Одинаково, да. Ну вот, в общем, если вы были в Сан-Галлане, то примерно по брянству внутри монастырь похож. А мы пока возвращаемся вот сюда, на Рождественский рынок. Буквально в 10 метрах от основной улицы находится что-то очень-очень красивое. Это музей леп-кухонный, музей пряников. Вход всем бесплатный. Атмосфера здесь такая старинная-старинная. И, конечно же, пахнет пряниками. А, вот смотри, это формочки, да? С разными узорами здесь. Сюда тесто насыпаешь, и у меня сюда уже вылетают такие красивенькие. Но, естественно, мы не могли выйти из вот этого музея, не купив традиционные шафбекли. Шафбек. 10 штук. Пробуем. Это вот такой вот пряник традиционный, который по одному тому же рецепту производится уже больше, чем в 100 лет. Ну, чувствуется, что он традиционный. Он такой дубовый. Там мука, лёд, яйцо, наверное, какое-то и вообще больше ничего. Такой вот дубовый пряник. Просто традиционный. Спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Пишите, какие страхи швейцарцев вас больше всего удивили, впечатлили или наоборот не удивили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до следующих встреч. Большое спасибо. Пока.